МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто ковал победу для нашей Родины? Рашид Тимрезов писал диктант третьей школы Черкеска, в которой учился. Увидел себя с педагогическим коллективом. Кстати, 16 из них – выпускники этого учебного заведения. Сегодня школа развивается, в эти дни здесь возводится спортивная площадка. И сегодня же было принято решение, что в следующем году здесь начнется ремонт. Сегодня и в гимназии номер 19 Черкеска депутаты парламента и школьники проверяли свои знания по теме Великой Отечественной войны. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Диктант Победы – это всероссийская историческая акция, посвященная Великой Отечественной войне, стартовавшая 7 мая 2019 года. В этом году в ней примут участие более миллиона человек по всему миру. Основная цель мероприятия – сохранение исторической памяти, повышение уровня грамотности общества в Великой Отечественной войне. Председатель Народного собрания Александр Иванов принял участие в диктанте Победы, но перед этим пожелал ребятам успехов в тестировании и дал ценные наставления. Хочу еще раз сказать о важности сегодняшнего мероприятия. Оно должно напоминать нам о том, какой подвиг совершили наши предки, наши деды, прадеды ваши и защитили ценой своей жизни. Диктант Победы может пройти любой желающий в возрасте от 9 до 90 лет. На диктант было отведено 45 минут. Участникам необходимо ответить на 25 вопросов о войне. В виде 12 вопросов тестирования с вариантами ответов и 13 вопросов, требующих развернутого письменного ответа. Интересные вопросы, заставляют задуматься, узнать много нового. Конечно, мы все готовились перед диктантом, вспоминали все даты, и это довольно поучительно и важная события. Я считаю, в жизни каждого человека, кто решает написать этот диктант. По личному идентификационному номеру участник может узнать результаты тестирования на сайте диктантпобеды.рф. Альбина Курочинова, Кенжева, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня состоялась 23-я сессия Народного собрания. Большая часть вынесенных на рассмотрение законопроектов разработана в связи с изменениями федерального законодательства, требующими приведения республиканских законов в соответствие. Всего рассмотрено 24 вопроса. Так, принято два законопроекта социальной направленности. Установлена предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Карачаево-Черкесии на этот год. Ее размер составил 12 666 рублей. Также уточнен порядок назначений ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 лет до 7 включительно. Парламентарии заслушали и отчеты о работе контрольно-счетной палаты. Как должны действовать предприниматели, какие нужно использовать инструменты, чтобы стать экспортером? Эти и другие вопросы по теме внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 обсудили на совещании в Архизе. В нем приняли участие министр экономического развития СКФО, федеральные эксперты и руководители профильных структур. Альвина Ламкова подробнее. Совещание, где обсуждалась тема внедрения регионального экспортного стандарта 2.0, не случайно состоялось в Архизе. Это молодой курорт, который открыт в 2013 году. Он развивается, расширяется и строится стремительными темпами. Здесь каждый понимает, успех его бизнеса зависит от сферы предлагаемых услуг. Вывоз из страны туристических впечатлений сопровождается ввозом туристам денег в страну. У СКФО очень большой потенциал экспортный. И не только в сфере товаров, работ. У нас еще и услуги. И сегодня как раз таки то место, где мы проводим наше с вами совещание, это яркий пример. Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 разработано российским экспортным центром. Они предлагают набор инструментов, позволяющих региону создать экосистему в субъекте, чтобы компаниям было комфортно экспортировать. Для этого в нем учтены все сопутствующие риски и проблемы, которые они подробно разбирают на таких мероприятиях. Например, 80% успеха в малом и среднем бизнесе. Найти правильного партнера. Все остальное техника. Конечно, важны и кадры. У нас есть указ президента, в соответствии с которым мы должны за 10 лет увеличить объем несырьевого энергетического экспорта на 70%. Задача непростая, но мы планируем с ней справиться. С момента сотрудничества с российским экспортным центром работа в этом направлении стала осуществляться активно. Экспорт произведенной продукции вырос на 30%. Это уже результат, о котором можно и нужно говорить, отметил министр экономического развития республики Алина Кохов. Наша задача, которую перед нами ставит глава республики, это даже не то, что оставить на том уровне, а чтобы у нас ежегодный прирост был 15-20% и данный потенциал у наших предприятий есть. Развитие экспортного потенциала – это в первую очередь развитие экономики субъектов в том числе. Соответственно, мы на сегодняшний день уже провели большую работу. Экспортный стандарт состоит из 15 пунктов и больше половины уже внедрен в работу. Из многих тех пунктов, которые должны быть исполнены, реализованы в рамках стандарта, они уже большинство реализованы. У нас порядка больше 60 экспортно-ориентированных предприятий. Это и производители минеральной воды. Они уже успешно захватывают зарубежные рынки. Колоссальная работа ведется и со стороны изготовителей стройматериалов. Они помимо расширения российского рынка ведут курс развития на зарубежные. В этот список можно добавить и продукцию, производимую в области промышленности. Они уже выходят на рынки ближнего зарубежья. В перспективе европейские. В этом году экспортный стандарт планируют внедрять в 40 регионах. Большинство субъектов СКФО это сделают в следующем году в их списке Северная Осетия. Сегодняшнее мероприятие для нас очень важно и актуально, поскольку дальнейшие наши действия и понимание, как это все применять на практике. После обсуждения такой важной темы, как внедрение регионального экспертного стандарта 2.0, каждый участник мероприятия отметил для себя свою точку роста в этом направлении. Методы развития экспертного стандарта у всех регионов и потенциал разные, поэтому будут адаптировать под свой субъект. Например, в нашей республике одним из направлений в этой теме будет служить сфера туризма. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Архиз. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах сильный дождь, возможен град. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 14. При грозе до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 градусов. Днем 16-21. В горах местами до 15 градусов тепла. В Черкесске кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 14. Ночью ожидается 6-8 выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком! Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. Не стала Мариат Инусовна и Черкесовая полного кавалера Ордена Трудовой Славы. Она прославила своей потрясающей трудоспособностью и эффективностью работы не только свой родной Хабецкий район, но и всю Карачаево-Черкесию. Слова соболезнования родным и близким выразило руководство республики, жители и те, кто знал и трудился с ней многие годы. Репортаж Зарима Кардановой. Мужественная, стойкая Мариат Инусовна и ее честный путь – ярчайший пример любви к родине, труду и земле. Это цитата и высказывание главы республики Рашида Тимирезова на своей странице в Инстаграм. Свои соболезнования выразили и другие представители власти, приехавшие проводить в последний путь Мариат Черкесову. Разрешите мне от имени руководства республики выразить слова искренней, глубокой соболезнования с кончиной Мариаты Инусовны. Действительно, она всю свою жизнь работала, работала в поле. В яркий солнечный день Хабез прощался со своей именитой труженицей. В такой же теплый майский день родила Смариат Инусовна в Хабезе. Свою трудовую деятельность начала на полях родного аула. Вскоре знатной звеньевой картофелеводческой бригады заговорила вся область. Черкесова прославилась высокими показателями. 140-150 центеров картофеля с гектара стали нормой для ее звена. Указом Верховного Совета СССР от 1976 года Мариата Черкесова была награждена орденом трудовой славы третьей степени, а в 1984 году получила следующий орден второй степени за свое отношение к труду через два года. Мариата Инусовна получила и третий орден первой степени и стала полным кавалером ордена трудовой славы. Наград и побед в труде у Мариата Инусовна было множество. Среди них орден, знак почета, медаль за трудовую доблесть и другие. Она была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва с 1971 по 1975 год. Эти славные трудовые подвиги Мариат Черкесовой стали достоянием и гордостью нашей республики. И сегодня, когда ее провожали в последний путь, покачивали ветками цветущие деревья, обещая богатый урожай. Ими славится эта земля, каждая пять которой обхожена беспокойной труженицей. От имени Хабейского района я от себя лично хочу принести роду черкесовых соболезнований в связи с утратой легендарного человека, одного из самых дорогих нашему народу, который проявил себя в труде, в человечности, в своей воспитанности и был примером для многих-многих поколений. Из старей наши мудрые джигуаку слагали песнь героям. Остались в память о славной дочери нашей республики стихи русского поэта Андреева. Твой путь борьбы был труден, славен, тебе я славу воздаю. Зарема Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 051 человек. Из них 19 899 выздоровели, 129 госпитализированы. Истинные сокровища русской литературы, золотых рук, мастерство, живописная мозаика. Комплекс выставочных мероприятий, запланированных в рамках декады русской литературы и искусств, прошла в библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Фатима Даурова подробнее. Литературно-музыкальная гостиная открыла свои двери гостям под мелодичные аккорды бардовской песни про войну, пронизывающими тишину зала и словами, вызывающими дрожь по телу. В исполнении Сергея Зацепилина, известного барда, лауреата различных конкурсов авторской песни. Военная тематика стала главной и в выступлении поэтессы Натальи Тисленко, которая вспоминала своего отца, 19-летнего артиллериста-наводчика, тяжело раненого в самом конце войны уже на подступах к Берлину. Враг, посчитав его мертвым, оставил на поле боя умирать. Одна немецкая семья из ближайшей деревушки выходила моего отца. И он смог вернуться живым домой. Каждый раз в день Великой Победы достаю я награды отца и веду с ними как бы беседу, прижимая к груди без конца. Словно могут они мне поведать, рассказать горько плачущий мне, как сражался за нашу победу мой отец на далекой войне. Гостям презентовали новый роман поэта и прозаика, члена Союза писателей России «Льва Ильина. Горная роза». В новом романе, посвященном 100-летию автономии Карачаева-Черкесии, рассказывается о людях, завоевавших победу, о героизме воинов Кавказа в годы Великой Отечественной войны и трагической судьбе карачаевской коммунистки Залихаты Иркеновой. Одним из таких произведений, наверное, в которые есть правда, это вот «Горная роза». Почему? Потому что замечательный человек Лев Ильин написал о жизни и судьбе простой корянки, которая впоследствии стала партийным организатором очень активным, комиссаром партизанского отряда. И погибла, защищая Родину. Организовывая тематические декады литературы и искусств народов Карачаева-Черкесии, работники библиотеки хотят привить чувство прекрасного и укрепить роль книги в жизни человека. Совсем недавно скорая смерть бумажных книг считалась практически свершившимся фактом. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и электронные книги полностью вытеснят многочисленные кирпичи. Но, наверное, ни одна электронная книга не сможет заменить эту особую атмосферную тишину библиотеки и запах переплета, когда ты только-только берешь книгу в руки и понимаешь, что перед тобой сейчас откроется целый мир на страницах, и это предвкушение особенное. И последнее, 1 мая на территории агропарка состоится праздник яйца, а также предпасхальная ярмарка, на котором вы сможете приобрести сельхозпродукцию, выпечку по оптовым ценам. На празднике будет и мастер-класс по украшению яиц. Таким был четверг Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас финальные серии фильма «Мур-мур». Приятного просмотра и ждите вестей. Продолжение следует...